Система образования в РФ Каким должно быть образование? Безусловно, в идеальном варианте образование должно быть доступным, то есть таким, чтобы каждый гражданин РФ имел возможность получить качественное образование. И второе, это образование должно соответствовать всем самым высоким требованиям, предъявляемым настоящим временем. При этом это должно быть соответствием не только отечественным необходимостям, а это должно быть международным образованием, то есть образованием, которое бы соответствовало международным стандартам. Итак, закон об образовании в РФ сейчас разделяет всю образовательную среду на две части. Это общее образование и профессиональное образование. Давайте разберем эти части. Общее образовательная часть включает в себя следующие элементы. Первое. Дошкольное образование. Второе. Начальное образование. Третье. Общее основное образование. Четвертое. Среднее или полное общее образование. Задача этих элементов образования – формирование общей культуры человека, его подготовка к жизни в обществе. Элементы профессиональной части таковы. Начальное профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее профессиональное образование. И послевузовское профессиональное образование. К числу начальных профессиональных учреждений относятся профессионально-технические училища, так называемые ПТУ, иногда лицеи. К средним относятся техникумы, колледжи. К высшим — это университеты, институты и академии. Для повышения квалификации уже имеющих высшее образование граждан существуют институты и академии после вузовской профессиональной подготовки. Сейчас вы учитесь в основной школе, то есть вы осваиваете только базовый курс человеческих знаний. Он необходим для того, чтобы сформировать в вас основные принципы того, как построить систему образования потом, уже тогда, когда вы сможете определиться, кем вы хотите быть в жизни, какую профессию избрать. Чем ближе окончание основной школы, то есть чем ближе окончание девятого класса, тем для вас острее встает вопрос, а кем, собственно говоря, вы хотите быть. Дело в том, что в конце девятого класса, сдав выпускные экзамены, но сейчас это государственная итоговая аттестация, вы должны будете определиться. Вы пойдете в профильную школу, то есть в 10-11 класс, там, где вы сможете получить уже углубленное образование, общее, среднее, по какому-то конкретному набору дисциплин. Может быть, это технические дисциплины, там, точные науки, может быть, гуманитарный блок, так или иначе. Либо вы пойдете в профессионально-техническое училище, да, то есть вы пойдете получать уже профессию, и там окончите курс средней школы. Конечно, это очень сложный выбор, и этот выбор, по идее, должен быть очень мудрым, но где взять эту мудрость, если ваш жизненный опыт пока еще ограничен? Все-таки вы только восьмиклассники. Отчаиваться тут не стоит. Да, вы можете ошибиться первый раз, да, вы, допустим, пойдете сейчас в какое-то профессионально-техническое училище, получите профессию, но потом вам станет очевидным, что с этой профессией вы не хотите связывать свою судьбу. Вот тогда возникает вопрос, а как переквалифицироваться, как получить иную специальность? Это совершенно нормальный и естественный процесс. Вообще сейчас многие ученые говорят о том, что пора переходить к системе непрерывного образования. Что это означает? Это означает, что ввиду очень быстро меняющегося мира, ввиду того, что мы действительно стали как бы сжимать время, апеллируя очень бурно развивающимся техническим прогрессом, нам необходимо будет учиться всю жизнь. В течение жизни, возможно, придется неоднократно менять профессию. Ну, об этом мы с вами уже говорили. И вот тогда возникает вопрос, а как это сделать? Это возможно. В России сейчас существует система послевузовского образования, то есть человек может поступать на различные курсы, да, может поступать в институты повышения квалификации, а может вообще кардинально менять свою профессию, да, обучаясь в каком-то другом высшем учебном заведении, совершенно не связанном с тем профилем, который он освоил до этого. Очень важным элементом непрерывного образования является самообразование. Это нормальный, совершенно нормальный процесс, да, когда человек пытается сам найти те знания, которые ему необходимы. Ведь кто лучше нас знает то, чего мы хотим от жизни? Вот для того, чтобы получить качественное самообразование, сейчас все чаще говорят о том, что его можно будет получить дистанционно, через интернет. Поэтому смотрите интернет-урок и повышайте свое образование.